В современных городских условиях человеку необходимо занятие спортом, ведь малоподвижный образ жизни и стрессы большого города неизбежно накладывают свой отпечаток на здоровье человека. Поэтому в Казанской духовной семинаре уделяют внимание не только обучению духовной жизни, но и занимаются физическим развитием воспитанников. На футбольном турнире семинаристов побывали наши коллеги. Спортивный зал наполняется молодыми людьми, которые в предвкушении настоящего футбольного турнира разминаются и обговаривают тактику предстоящей игры. И вроде бы все как обычно, кроме одного. Эти ребята – будущие священнослужители, которые сейчас проходят обучение в Казанской православной духовной семинарии. Каждый день они изучают богословские, исторические и языковые науки, несут различные послушания, поют в хоре и понамарят на богослужении, чтобы быть примером и образцом для своих сверстников, а в будущем и для своей паствы. Но сегодня они встречаются в спортивном зале, чтобы и здесь показать пример уважения и честного соперничества. Я считаю, что для нас, как студентов духовной семинарии, очень важно во время такой довольно эмоциональной игре сохранить этот мир между не только игроками, но и также со своим соперником. Это очень важно – не проявлять агрессию, не внешне, даже внутренне гасить свои какие-то эмоциональные успешки и так далее. И всегда с улыбкой в лице продолжать. Подобные спортивные мероприятия проходят ежегодно, где команды делятся по курсам, а по итогу финала лучшая команда отправляется на межфузовские футбольные турниры. Кроме футбола здесь активно развивается волейбол и баскетбол. Благо, спортивный зал способствует этому. У нас замечательный спорт, дал замечательный руководитель физического воспитания, который проводит и делает все, чтобы было возможным это физическое воспитание, чтобы оно проходило в нужных и достойных условиях. Благодаря владыке митрополиту Феофану в нашей духовной школе есть все условия для того, чтобы у нас развивался спорт. Администрация казанской семинарии активно работает в сфере воспитательного процесса, создавая условия для реализации интересных идей самих семинаристов. Ведь будущие священнослужители должны быть не только образованными, но и здоровыми. Семинарист – это такой же живой человек, который, естественно, на первом месте приоритет у него молитва и храм. Это аудитория номер один, естественно. Но спортивный зал для студента духовной школы является тоже вспомогательным, сопутствующим местом, где он тоже развивается. В тяжелые дни, когда насыщенный день, когда проходят большие нагрузки, факультативы, спевки, и самый главный учебный процесс, студент приходит сюда, чтобы немножечко раскрепоститься. И мы по благословению нашего ректора, владыки Феофана, делаем все, чтобы это проходило регулярно, систематически. Главным призом этого турнира является кубок семинария. В прошлом году его обладателем был третий курс. Сможет ли он и в этом году подтвердить свое право на него, узнаем через месяц. Ведь лучшая семинарская команда встретится не только со светскими студентами, но и со студентами Исламского университета, с которыми семинария поддерживают добрые и теплые межконфессиональные отношения, участвуя в различных мероприятиях и социальных проектах.